Библейский портал экзегет.ру представляет Первое послание Петра читаю в своем переводе для библейского портала экзегет А вот мы читали, например, послание Якова Я начал с того, что мы не знаем, кто такой этот Яков Наверное, брат Господень, руководитель Иерусалимской общины, но это не точно А вот с Петром ситуация совершенно другая Почему? Потому что имя Яков очень часто А вот Петр — это не имя, это сегодня имя А в древности это прозвище, которое носил один-единственный человек Симон, ученик Христа, один из апостолов Симон, кстати, тоже очень распространенное имя в древности Но Петр — это уникальное прозвище Поэтому послание, которое носит имя Петра И не только заголовок, заголовок могли приписать потом Но в самом начале он называет себя Петром Ясно указывает на автора Тут возникает проблема, которую давно и активно обсуждают Петр кто? Это рыбак галилейский А послание написано тонким богословом, который очень хорошо владеет греческим языком Как это рыбак всему этому обучился? Нет, говорят критики, это не мог быть Петр Это от имени Петра кто-то написал Там есть на эту тему большая литература Но есть простой ответ, что Петр работал с секретарем Возможно, не с одним Он упоминает в первом послании своем Силуана ближе к концу Как человека, который помогал ему составить это послание Очень может быть, что действительно простоватый рыбак Петр И некий Силуан, который очень хорошо владеет греческим языком, стилем И вообще так вот формулирует аккуратно Вместе написали это послание Мысли Петра о оформлении Силуана Я думаю, это хороший выход Но до конца мы этого, конечно, не знаем Кому обращается Петр? Да, в общем-то, ко всем Ко всем христианам Он об этом сразу говорит И излагает некоторую такую очень важную богословскую картину мира Да, вот еще почему немножко удивляются Как это такой простой рыбак А с другой стороны, ну что ж, все рыбаки, они куда умные, что ли Они, может быть, не получили высшего богословского образования Но талантами-то они могли обладать А Петр, как самый известный ученик Христа Наверное, такими талантами обладал Не просто из толпы выхваченный наугад человек А вот такой гений Так что с этим я тоже больших проблем не вижу Но, по крайней мере, отметим, что с авторством вопросы возникали И остаются до сих пор Итак, читаем первую главу Петр, апостол Иисуса Христа, избранником, рассеянным по провинциям Где они проживают в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифении Обратим внимание, что это не везде Это, я сказал, везде Я сам себе противоречу Здесь это Малая Азия, то есть современная Турция Основные провинции Но, понятно, что этот список не закрыт Он просто, как вот сегодня писали бы Ну, всем, кто живет там Я не знаю, в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Франции, Германии То есть, не перечисляются там страны Африки или Латинской Америки Но это не значит, что там нельзя это читать Просто он обращается, прежде всего, к тем, кто известен, к тем, кто близко Пусть умножится среди вас благодать и мир от Бога Отца Он познал вас с самого начала Освятил Духом, чтобы вы были Ему послушны И окропил жертвенной кровью Иисуса Христа Вот уже начинается богословие Не просто всем привет, благодать и мир А он уже сразу вводит понятие Избранничество, освящение Духом Окропление, как жертва, которая приносится Вот уже сложное богословие Не просто сказать что-то такое легкое Но изложить свое видение, как это с точки зрения духовной выглядит И дальше он подробно и как раз так богословски значимо Рассказывает основы христианской веры Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа По великой своей милости Он, когда воскрес из мертвых Иисус Христос И нас возродил к живой надежде Чтобы мы получили удел чуждой всякой скверной Не подверженной распаду и гибели Он ожидает вас на небесах А вас, если веруете, охраняет Божья сила И спасение, которое вам уготовано Станет явным в последний час Вот, в принципе, в двух словах Основа христианской веры, разве не так Воскресение Христа стало и нашим возрождением Нашим возрождением уже здесь и сейчас Но в вечности нас ожидает некий особый удел Который станет явным только вот в этой самой вечности Во что, собственно, христиане верят? Да вот в это Понятно, что они верят в то, что есть Бог То, что Христос — это воплощение Бога на земле и так далее Но на самом деле вот самая суть нашей веры Это то, что касается лично нас Не вообще вот там где-то есть Бог Ну, есть и что А вот то, что Он есть и то, что Христос воскрес Это изменило мою жизнь здесь и сейчас И это особым образом изменит мою будущность вечности Вот в это я верю, да Если бы не это, то все остальное теряет всякий смысл Да, где-то что-то есть, но ко мне это как относится Радуйтесь этому А есть ведь чему Даже если сейчас и приходится вам некоторое время Пострадать от разных искушений Обратим внимание, послание Якова тоже говорит Радуйтесь, когда впадаете в искушение Но там он объясняет это иначе Там больше такой педагогический подход У Яков педагога, он говорит Потому что искушения позволяют вам стать взрослыми, зрелыми Вырасти в вере А Петр говорит Он богослов больше, Петр Смотрите, вы получили такой великий дар Одно искушение, ладно, ничего страшного, потерхим чуть-чуть Видимо, искушение, прежде всего, гонение Зато после испытаний наша вера окажется ценнее золота Ведь и его испытывают огнем, хотя оно не вечно В принципе, та же мысль, что у Якова То есть вера в искушениях закаляется Подвергается проверке и взрослению И когда явится Иисус Христос Вера принесет вам похвалу, славу и честь Вы любите его, хотя не видели прежде И верите в него, хотя и теперь не видите Так пусть будет ваша радость славной Ее не выразить словами Здесь он вторит словам послания к евреям Что вера есть уверенность невидимым То есть любовь и вера христианина проявляются По отношению ко Христу, которого как человека Мы никогда не видели И тем не менее, это вот и есть Тот, к кому мы относим все свое упование И кто для нас самый главный Парадоксально для какого-то человека, да? Так вы приближаетесь к спасению ваших душ В этом цель вашей веры Хороший вопрос, а зачем верить? Ну вот, его задают иногда люди Ну да, допустим, я вот живу Я соблюдаю нравственные нормы Кстати, многие неверующие Лучше многих верующих их соблюдают Ну а зачем мне верить? Что мне эта вера добавит? А он говорит, спасение ваших душ Вера это способ Ну способ, нехорошее слово здесь Путь, это путь, по которому человек Идет к спасению Об этом спасении старались разузнать пророки Они пророчествовали о благодати Которое вас ожидало Их устами произносил свое свидетельство Христов Дух И они пытались определить К какому времени оно относится Как именно должен пострадать Христос И какая слава придет вслед за этим Им было открыто, что это служение Доверено им не ради них самих Но ради вас То есть смотрите, пророки нечто предвидели И старались это понять О страдающем Мессии Особенно у Исаии это встречается Подробно и долго Они старались это понять И они понимали, что это не про них Это про что-то большее Про другие поколения И мы те самые поколения Которые теперь могут Этому порадоваться На которых это сбывается И теперь это ясно Объявили вам те Кто научил вас Евангелию При содействии Духа Святого Посланного с неба А ведь даже ангелы Желали бы прикоснуться к этой тайне Тоже очень похоже на послание к евреям Очень похоже Там тоже рассуждение о тайне О превосходстве Христа над ангелами О том, что человеку дано По сути дела больше, чем ангелам Ему дано это единение со Христом Так что соберитесь с мыслями Будьте трезвы И всю надежду возложите на благодать Которая будет вам дана Когда явится Иисус Христос Будьте как послушные дети Не поддавайтесь прежним прихотям Как во времена, когда вы этого не знали Тот, кто вас призвал, свят И вы будьте святы во всех своих поступках Как и написано Будьте святы, ибо я свят Это из книги Левит Ну и смотрите Если вы приобщаетесь ко Христу То вы ему должны уподобляться Вот об этом, собственно, и сказано Вы зовете Отцом Бога Который судит каждого по его делам Невзирая на лица Так странствуйте же по этой временной жизни В трепетном почтении к нему Какая здесь связь Наша жизнь это странствие временное Но у него будет свой итог Этот итог будет заключаться В подведении, собственно, итога Нашей земной жизни И поэтому эту жизнь надо прожить достойно Обратим внимание, что Яков рассуждал Там вера, дела Петр говорит о вере, но упоминает и дела И здесь не вдается в это Не описывать это как противоречие Вы же знаете От отцов вам досталась бренная жизнь И от нее искупила вас не серебро и золото Которое не вечное Но драгоценная кровь Христа Агнца безупречного и непорочного Так было определено Прежде сотворение мира А произошло в последние времена При вашем участии Вновь он возвращается к этим основам веры И излагает уже немножко другим языком Суть искупления, которую совершил Христос И вы в единении со Христом верны Богу Который воскресил его из мертвых И прославил так, что веру и надежду Вы возлагаете на Бога Тоже, наверное, это понятно, да? Будьте послушны истине И так очистите ваши души Стремитесь к непритворной братской любви Старайтесь любить друг друга от чистого сердца Вы заново рождены для новой жизни Ее породило не семя смертного человека А бессмертное слово Неизменно живого Бога Это уже призыв Вот он такой торжественный Что даже трудно его комментировать Который проистекает из этого богословия И дальше Вот здесь как раз будет очень похоже На цитату из послания Якова На самом деле это цитата Из пророка Исаии Про траву и цветы Ибо все люди трава И вся слава их, что цветы на траве Увянет трава и цветок облетит А слово Божье захоронится во веки Цитата из Исаии И вот какая благая весть вам возвещена Соответственно, суть веры в том, что Пока мы живем, как эта самая трава Мы можем надеяться на Лучшую жизнь вечности Просто на жизнь С большой буквы вечности Соединяясь со Христом уже здесь И сейчас Ну а как этого добиться Об этом будет, по сути дела, все остальное послание Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok